Продолжаются расширенные сессии советов поселений. Наша съемочная группа побывала в Коржевском сельском поселении. Перед депутатами и жителями о работе сельской администрации в 2017 году отчиталась глава поселения Людмила Трегубова. В работе очень важной для поселения сессии принял участие руководитель района. Роман Сенеговский. Подробности в первом материале выпуска. Хутора Коржевского сельского поселения расположены невдалеке от границы Славянского с Темрюкским районом. Здесь проживают 4100 жителей, которые любят свою малую родину и благодаря именно их труду Коржевский красивый и весьма благоустроенный по кубанским меркам хутор. Администрация поселения старается держать марку Коржевского на подобающем уровне. В отчете главы поселения было сказано, что в местную казну поступило более 27 миллионов рублей, что на целых 27 процентов превышает показатель предшествующего года. Деньги расходовались прежде всего на социальные нужды и благоустройство. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды Коржевский парк получил свое второе рождение. Особое внимание, конечно, дорогам. Происведен капитальный ремонт улица Северная, улица Снайперов, улица Фестивальная, ямочный ремонт улицы Зелёной, улицы Октябрьской. Приобрели мы в этом году навесное оборудование на трактор, новую косилку. В течение года обновлялась дорожная разметка, разметка на пешеходных переходах у зданий школы и дома культуры. Тротуар асфальтировали по улице Крайней, это по предписанию ГИБДТ. Также глава поселения рассказала о проделанной работе в коммунальном хозяйстве, обслуживании граждан, сфере культуры, молодёжной политики. Словом, осветила всё подробно. Глава района поблагодарил коржевчан за работу. Все вы видите, что полномочий очень много у главы поселения, по-моему, 29 полномочий. Задач предстоит очень много. Что-то решается, поэтому правильно было сказано. Спасибо всем, кто принимает активное участие в решении тех или иных вопросов. Спасибо руководству родообразующего предприятия. Роман Ксенеговский рассказал о том, что сделано за год администрации под его руководством в решении актуальных социальных проблем и в развитии района. С мест прозвучали вопросы от жителей поселения. Ни один из них не остался без ответа. Так было обещано содействие в ликвидации несанкционированной свалки в обеспечении спортивными тренажёрами. Работа главы поселения на сессии была признана удовлетворительной. Жители в целом довольны уровнем благоустройства. Мы по асфальту везде ходим. То есть у нас весь посёлок, я даже не знаю, ну есть, конечно, какие-то там, где новостройки, люди только строятся, там, конечно, может быть, ещё и нету. Нет, в детском саду работают. Да, детский сад у нас работает. У нас как бы и деток много, 150 детей в детском саду. Сама работа в детском саду. И так школа работает. Всегда очень чисто на улицах. У нас много замечательных дворовых домов, которые, ну, это просто эксклюзивные дворы. И вообще у нас очень много цветов и зелени. У нас действительно очень красивый хутор, чистый, благоустроенный. Мы его очень любим. Из постоянных проблем пока остаётся нехватка работы в поселении. Решается она только усилением предпринимательской активности на местах. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Решается. Продолжение следует...